добрый вечер здравствуйте такие интересного вас статуэточки стоят музыка да вы интересуетесь музыкой вы музыкой не увлекаетесь не увлекать понятно но о чем здесь общаетесь о чем общаетесь до разные люди разные вообще все по-разному происходит зависит от ситуации о чем последнем вы говорили с последним говорили про геленджик ну и как что вы рассказывал я в геленджике а вы живете в геленджике ну как там его жизнь геленджике ну мне нравится я второй год здесь жива мне не принципе все устраивает есть конечно но плюсы перекрывают эти а какие его самые большие плюсы и какие минусы море море плюсы климат плюсы воздух чистейший народ приезжает когда могут эту воду отключить потому что не справляется вот этот канализация на старой здесь ее не ремонтировали один год было когда много людей приехал в геленджик и ее прорвало не справляются бухта это бухта вот эта геленджикская была похожа на сами понимаете что было такой момент вот ну то что вот сезон люди вот это вот движуха такая очень много народу вот это вот минус я считаю не надо рекламировать его вам нужно здесь в рулетке находиться никому не говорит что там хорошо что рекламировать не надо тогда до геленджик и вас очень слышно на самом деле вы как через наушник разговаривать нет микрофон вы первый кто говорит мне о том что меня плохо слышно сегодня именно бывает редко я вас тоже немножко вижу то есть прерывисто вы иногда четко хорошо вот я картинку вижу иногда прерывается а вы с какого города а я живу на севере западного полушария как далеко да да далеко но как вам кажется как вам кажется сегодня человечество к чему идет люди просыпаются потихоньку от чего идет от иллюзий от своих а иллюзия запускается а в чем иллюзия в чем для вас иллюзия иллюзия это то что рисует наш мозг представляет и это действительностью не является то есть получается у каждого человека в его мозгу создается иллюзия который он сам себе рисует и у всех это иллюзия получается одинаково то есть все одинаково люди думают а это действительностью не является а в чем тогда заключаю будет на этой параметре закон природы вот все что в природе вот наглядно показано все что в природе происходит вот этой действительностью является и еще сила притяжения вот сила притяжения она конечно людям помогает кто проснулся то осознанно ли стал понимает как это работает со вселенной вот люди потихонечку просыпаются идет есть люди которые вот как как объяснить не способны и просто вот им не надо вот есть крокодил есть свинья крокодил свинью не может превратиться и свинья в крокодила тоже вот как-то так сейчас люди просыпаются это будет интересно на этой планете обязательно потому что все потихонечку начинают просыпаться понимать этот мир и начинают этим интересоваться и познавать хорошо такой вопрос а чем отличается человек от скажем крокодила или свиньи человек способен на многие вещи но такие которые крокодила свинья не способны но сейчас человек спит правильно то есть животный мир весь и природа не спит а человек спит правильно то есть это правильно вас понимаю человек из-за того что он находится в обществе появляются всякие навязанные обществом желания общение вот происходит с людьми да какая там зависть вот все вот это то что не нужно абсолютно просто засыпают они живут обычной жизни вот эта работа сон работа сон как роботы а остановиться на мгновение и понять что вообще происходит это не каждому к сожалению хорошо тогда такой вопрос вы говорите просыпаются то есть получается уже есть люди которые проснулись а вот вас есть пример как таких таких людей вот этот человек уже проснулся или вот этот человек проснулся вот только сегодня с таким общалась человек а в чем заключается как вы увидели что он проснулся может он спит еще он живет в лесу он подчиняется законом природы он не пользуется телефоном он делает эти как их из дуба ложки наждачкой хорошо что у них в головах то есть смотрите друзья опять идет разговор о прошлом о первобытности человека да я хотел задать вопрос знает ли она когда например появились первые туалеты или гигиена например да или почему человек сегодня пользуется какими-то предметами первой необходимости а если все диктует природа то он мог остаться именно в том своем состоянии да почему идет развитие у человека почему человек сегодня выбирает жизнь которая идет по нарастающей в развитии мы могли бы много чего интересного от нее услышать потому что по сути сегодня это то что россия предлагает она предлагает возвращаться вот к тем истокам давайте будем как раньше жили вот мои предки жили так и мы так будем жить то есть без туалета без канализации при этом слышали да то есть противоречие как вначале говорилось по канализации о том что люди хотят приезжать в геленджик то когда их очень много там ничего не работает канализации нормально нет вот вот эти все сказано потому что сегодняшний мир живет именно настоящим и будущим а россия живет прошлом и вот она сегодня вот только сейчас она принципе об этом и сказала и это подтвердило потому что именно так путин выстраивает свою политику сегодня то есть на прошлом какие-то победы те прошлые которые были да какие-то мнимые величия которого по сути сегодня уже нет но она была в прошлом и это путь в никуда если так вот разобраться то можно сказать если аллегорию проводить такую дату россия сегодня по-настоящему спит вот весь мир живет развивается да а россия застряла в прошлом вот в этой спячке в полусонной она еще и пытается навязывать свои мысли другим другому цивилизованному мир как-то так друзья а я вам всем желаю как всегда добра и счастья благополучия понимания скорейшей победы и мира и мы с вами скоро увидимся пока у